А, первое, значит, вдруг неожиданно, вот это удивительнейшая тема, насчет диалога внутри белорусского общества и диалога между властью и оппозицией заговорил кто? Владимир Владимирович Путин. Видите, он вообще стал какой-то миротворец. Он нам и, значит, Меркель подослал, он, Макрон, ему позвонил, они тоже там все вот это обговорили. И вдруг, смотрите, что заявил. Владимир Владимирович Путин. Так, давайте вот теперь разберем по-фразовому, потому что здесь очень важный месседж. Вы знаете, что Путин никогда не говорит ничего лишнего. Он все говорит по бумажке. Эту бумажку очень долго согласует. Он говорит не так много, он не такой балабол, как некоторые генерал-губернаторы, но то, что он говорит, он это имеет в виду. В этом смысле он очень, как бы, внятный чувак. Это такие у него, видимо, какие-то пацанские есть загоны. То есть он, даже когда он прямо врет, он очень внятно доносит месседж своего вранья. Смысл своего вранья. Но здесь мы не можем говорить о том, что он врет, он здесь посылает внятный сигнал. Давайте еще раз услышим это. Да, мы знаем, мы понимаем, мы знаем, что ситуация в Беларуси, она хоть и успокоилась внутри стороны, но тем не менее проблема есть. Значит, первое, что он говорит, что Александр Григорьевич, ваши рассказы и ваши пропаганды на тему, что все в Беларуси решилось, что все, значит, пошло usual, да, как по-старому, это вранье. Это вранье. Весь нарратив лукашенковской пропаганды и озаренка и всех, что мы всех победили, что, значит, страна наладилась, что, значит, протестуны, они перевоспитались и без курейчика, и без альтернативного блоговидения. Это вранье, сказал Путин. Мы знаем, что проблема осталась. Она никуда не делась, эта проблема. Это такой серьезный укольчик, да, что, извините, но Беларусь это проблематичная страна. Это страна с нерешенной, серьезной, глобальной проблемой. Так, дальше. Отдаем себе в этом отчет прекрасный. Отдаем себе в этом прекрасный отчет. То есть, смысл такой, что мы себя не обманываем. Это, в том числе, намек и на то исследование в ЦИО, я думаю, которое сама российское правительство заказала и получила там не самый приятный для себя ответ в этом исследовании. Мы с вами его тут разбирали. И, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией, но со своей... Я напомню, призываем к диалогу между властями и оппозицией. Значит, о таком диалоге, согласно ВЦИОМ, вот этому исследованию требовало абсолютное большинство белорусского общества. То есть, в этом смысле Путин просто произнес то, что и так было понятно в этой социологии. Диалог. Теперь вопрос в другом. Значит, вот еще раз эта фраза. Призываем к диалогу между властями и оппозицией, но со своей... Властями и оппозицией. Вот кого он имеет в виду под оппозицией? Самый главный вопрос. Кого он имеет в виду под оппозицией? И вот тут... Ох, широта трактов. Ну, понятно, что там Воскресенский, его круглый стол, это не оппозиция. Это нельзя назвать оппозицией. Это даже Путин, ну, у него язык бы не повернулся, назвать этот клуб яйцеведов и яйцефилов оппозицией. Да, значит, дальше часть людей сидит в тюрьме, да, но с ними как-то трудновато начать диалог. Значит, из тех, кто на свободе, лидером оппозиционных демократических сил является Светлана Тихановская. Вторым по значимости лидером для международного сообщества является Павел Латушко. Да, дальше есть разнородные группы, которые не представляют большого количества людей, и с ними диалог вести нет смысла, потому что они как бы, по их мнению, не представляют большого количества людей. И дальше вот здесь, что удивительно, для меня теперь по-другому зазвучала инициатива Цепкала, Валерия, который, значит, который, кстати, так и не отозвался. Вот, но тем не менее, если он будет собирать этот Совет народного доверия, куда он всех нас, селебрити всяких, приглашает, и мы соберемся, может быть, этот Совет рассматривается как основа для диалога оппозиции. Может, он что-то знал большее, чем мы с вами знаем. Как-то очень синхронно возникли вот эти слова Путина и Совет народного доверия. И звучит этот Совет народного доверия как уже какой-то диалоговый орган. Может быть, может быть. Стороны. Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связи и углубление интеграционных процессов в Беларуси. Ну, здесь он честен, что мы хотим поглотить. Все, это абсолютно честный месседж. Что такое углубление интеграционных процессов, я думаю, что нам тут объяснять. Мы люди взрослые прекрасно понимаем. И как было направление на поглощение, так оно и есть. Но он требует, чтобы при этом был некий диалог в обществе. Вот между кем и кем этот диалог в обществе? Это очень интересно. Теперь наш ответ Чимберлену. То есть, Путину. Его тут же выдал самый в этом смысле опытный наш с дипломатической точки зрения оппозиционный политик. Латушка. Смотрите. Если президент России Владимир Путин готов выступить гарантом выполнения требований белорусского народа о безусловном и немедленном освобождении всех, без исключения, политических заключенных в Беларуси, прекращение массовых репрессий в Беларуси, прекращение всех уголовных политико-мотивированных дел в Беларуси, мы готовы обсуждать, вести переговоры только по одному вопросу о транзите власти, о проведении досрочных выборов президента Беларуси без участия Александра Лукашенко. Ну, то есть, месседж такой. Если вы, Владимир Владимирович, пожалуйста, вот у нас есть три этих основных требования, выборы политзаключенные и уход Лукашенко, да, выполняете, то через голову Лукашенко, потому что, ну, он уже тут ни при чем, да, Латушка не говорит, что мы втроем сядем за стол переговоров. Пока. Мы готовы рассматривать вас как гаранта. Это интересно. Это, кстати, интересный поворот. Так, давайте дальше. Сейчас. Ну, то есть, месседж Путина и Латушка, они очень сильно расходятся, потому что месседж Путина садитесь за стол переговоров с Лукашенко. Лукашенко должен сесть за переговоры с оппозицией. Мы тут ни при чем. Мы тут ни при чем. Да? А, значит, у Латушка совершенно иной месседж. Мы не хотим садиться за стол переговоров с Лукашенко. Единственное, о чем можно с ним разговаривать, это, типа, о том, чтобы он ушел, но с вами, как с гарантом. То есть, два разных переговорщика получаются. То есть, абсолютно два разных переговорщика. И поэтому просто интересно, как здесь... Что скажет Светлана Тихановская? Что скажет Светлана Тихановская? Должение следует...